Друзья, я занимаюсь развитием собственного пассивного дохода, а именно покупаю у компании Автоинтерпрайз и устанавливаю зарядные станции на территории Украины. Найти место, провести переговоры, просчитать смету, берет время, а хочется развиваться, как в компьютерной игре. Так что обращаюсь ко всем тем, кто имеет потенциальные места для установки зарядных станций. Кафе, ресторан, гостиница, магазин, торговый центр, стоянка, любой паркинг с возможностью резервной мощности от 7 киловатт. Прошу незамедлительно связаться со мной прямо сейчас. Также впоследствии, если вы захотите выкупить зарядную станцию на вашей локации, получите скидку от меня. Здравствуйте, Полития Держан Дестеренко. Что вы забыли сделать, когда проехали за Стеллу? Удостоверение ваше попросить. Конечно, пожалуйста. А что случилось? Свет не включили, ближний свет фар. Во-первых, горят подфарники, этого достаточно. Ходовые огни у меня горят. Деталий Сергеевич. Да. Ходовые огни горят. Причина остановки. А что случилось? Почему стоп-контроль стоит? Угнали автомобиль и был разбой. Угнали два автомобиля за сегодня. И что? Такого каждый день угоняют, что стоп-контроль выставляют по этому? Вам перехват, сирена. Хорошо, я понял. У меня горят ходовые огни. Это не является нарушением. Вы знаете, что по Женевской конвенции достаточно ходовые огни включать? Я прошу прощения, я не заметил. А есть руководитель ваша поста? Руководитель поста есть? Старший поста. Да, можно его пригласить? Я просто хочу поинтересоваться все-таки по поводу этой операции. Потому что мне кажется, что это какая-то история. Это к вам патрульным лучше обратиться. Можете припарковаться и пройти, потому как я сюда преданные силы. Вот ли он полиция с обоим не будет. Я не понял. И вы параллельно по еще дорожным движениям бдите? А? За дорожным движением параллельно следите? Ну вы же знаете, каждый... Посмотрите, вот фура поехала сейчас. Она ее тоже угнали. Вот ее инспектор останавливал. Ну вот смотрите, идет план. Грузовые машины угнали? Нет. Ну а что, вот грузовик поехал? Проверяли же документы. На грузовик? Да. Ну он тоже, наверное, угнанный, правда? Не знаю. Вот. Чудо в перьях идет. Давайте старшегося, мы посмотрим документы, на основании которых стоит знак «Субконтроль». С чем он связан, вот эта вот ваша проверка. Здравствуйте, а что случилось у нас? У нас опять ЧП какое-то? Такое, что ЧП. Что произошло? Перехват видео. Кого перехватываем? На оперативной информации. Не, так может быть я видел, может быть... Могу вам чем-то помочь, какой-то информацией. Перехват чего? Кстати, по оперативной информации, вы можете на 102 позвонить, поинтересоваться, если не доверяю к этому плаву. У нас есть у нас отдел как-то... У нас фуру угнали с металлом? Не, а при чем-то? Ну вы останавливали фуру с металлом и ее угнали? Не, так было, мы же и направили дорожное движение тоже. Она нарушила что-то, как и я, да? Ваше ясное видео, конкретно ваше. Меня остановили без причины, я ничего не нарушила. Я хочу понять, вообще, что происходит, девушку остановили, например. Идемте, посмотрим, в связи с чем, что за план перехват такой, как это вообще, почему стоп-контроль, есть кто-то же прекрасно, наверное, правильно? Можно ознакомиться, мне кажется, что это фельдкинограмма, это вообще все. Ну, старший смен есть у нас? У нас сегодня все равны. А? Тут все равны. Все равны? Ну, хорошо, тогда можешь кто-то пояснить мне, в связи с чем знак стоп-контроль выставлен? В связи с тем, что направляется отбрасывая переход. А кого сиреню? Просто тут останавливают и меня, и фуры. Тогда, может, и не то. Инспектор, можно понять? Остановили беспричинно? Меня остановили беспричинно. А какое автомобиль у вас? Мерседес. Серебристый? Да. Ну, в арентировке Серебристый тоже автор. На пустых номерах. Угнали автомобиль? Нет, не угнали, совершили разбойное нападение. Ну, понятно, у нас Серебристый автомобиль. Но меня не поэтому остановили, мне это не говорили, документы у меня не проверяли. Остановили меня якобы за свет. А инспектор осылал фуру, тоже сказал, в рамках операции «Сирена». Нет, неправильно, а что? А за что? Я поправил вооруженное движение. Она нарушила? В режиме ближнего света были включены пары. А, тоже за свет, любимая? Да, населена. За свет осталось? Я хотел проверить документы и все еще. Нет, а как? Ну, игнорировать просто, что если без света ездят? Так я ехал со светом, меня остановили, сказали, что я ехал без света. Вот у вас же есть камера, можно же посмотреть, правильно? Ну, если увидим на этой, в принципе. Ну, как-то же можно это, вы же как-то доказы по справе, правильно? Вы же как-то делаете? Мне кажется, что вы просто так, вот тормозите всех стоп-контроль. Вы опять, вам президент открыл дорогу, нам всем. Опять стоп-контроль несчастно стоит. Сейчас опять выкатывают здесь всю дорогу, нафиг. Из-за этих остановок, состояния. Нет, ну смотрите, ну, наши, ну, как бы есть свои законодательные нормы. Ну, если введен план сирены, как бы, ну, это выше наше руководство дает дежурно, часть нам команды мы выставляем, потому что не самовольно. Я просто только что заезжал в город со стороны, с другой, еду с Васильевки, там никакой сирены нету. На развилке? Да, никто там стоп-контролев не выставлял. Ну, во-первых, уже так, хотя бы информацию не должен сказать, он случился на правом берегу. И что, человек только с права берега может выезжать, а с другого конца Запорожья не может? Я же тебя забыл, мне команда дает наша дежурная часть по управлению. Я понял, мне позвонили. Многие, и полиция это не наша. Хорошо, давайте мое правонарушение. Ну, честно, даже сейчас, если увидим автомобиль, я сомневаюсь, что мы в таком качестве, наверное, увидим ХДВ. Если бы это было еще, ну, там, в темное время. Ну, а как мне наказать, когда, вот, инспектора полиции за неправомерность остановки? Ну, наказать вы сами, наверное, вряд ли он окажете. Ну, можете написать, и не в жалоб. Ну, и руководство уже принят меры по нему, какие-то либо дисциплинарные, либо расследования будут проводиться. Ну, давайте, что надо для этого? Ну, есть книга жалоб, можете написать в нее. Давайте. Там потом приезжает отдел мониторинга, смотрит жалобу, ну, и какой-то ответ должен дать по ней, в принципе. Там, кстати, еще мои предыдущие ответы, можно посмотреть, дали или нет. Возможно. Не ругайтесь, вот честное место. Я не ругаюсь, я же не ругаюсь, я все-таки не ругаюсь. Не злитесь, ну, вот вы... Да никто не злит, у вас не горело, я вам говорю. У меня габариты горят, вот это американские... Не горели у вас габариты, я вам слезно говорю. Да вы это поменор, да. Я бы вас просто так бы не остановил, или смысл? Да, я понял, не остановил. Беспокоен, я послали, господи. Все, проблем нет, написали, я ж ничего вам не говорю, это ваше право, то есть, ну, я ж не имею в родину. Хорошо, спасибо. Я просто вам сказал, за что я вас остановил.